МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА -"Холод". Смертельно опасен для всего живого. Или именно в нём заключается секрет молодости и даже бессмертия человека. Правительство России готово выделить многомиллионный грант на исследование по заморозке живых существ. Но как понять, когда мороз полезен, а когда вреден для нашего организма? Заморозка, закаливание, лечение холодом. На что только не идёт человек ради продления молодости и в поисках вечной жизни. Сегодня многие наши знаменитости сходят с ума от новой косметической процедуры под названием крио-сауна. Так что же такое крионика? Наука будущего или обыкновенное надувательство? Я говорю, какой-то послеэффект у меня пошёл. Там была эмоция, а сейчас я чувствую дрожь такая по телу. Вибрации какие-то пошли, покалывания. Минус 170 градусов. При этой температуре отказывается работать даже техника. А способен ли человек выдержать такой мороз? Певица Ирина Ортман выдержала. Ирина просто меня восхитила. Она с первого раза простояла три минуты, что, ну, большая редкость. Вероятно, секрет в том, что Ирина выросла на Алтае. И как настоящая сибирячка, холода не боится. Я утром и вечером выходила на улицу в минус 30-40 с двумя ледяными вёдрами воды и ежедневно оплевалась. Стройная, молодая и здоровая. Крио-сауна Ирине Ортман в общем-то ни к чему. Просто певице было интересно поучаствовать в нашем эксперименте. Часто в нашей деятельности звучит фраза «ты как заморозилась», «ты как замороженный». Многие люди действительно на протяжении 10-20 лет, они как-то вот в одной паре, они меняются. И теперь я поняла истинную фразу, почему она так звучит. Ледяная терапия сегодня на пике популярности. Врач Виталий Морозов шутит. Человеку с его фамилией просто суждено было изучать свойства низких температур. Он утверждает, крио-сауна – лекарство от многих болезней. Это и хроническая пневмония, и бронхиальная астма, и хронический бронхит. Это практически весь спектр заболеваний кожи. Экзема, псориаз, нейродермит, дерматит. Заболевания мужской, женской, половой сферы. Холод заставляет работать все клетки организма. И, как говорят в народе, разгоняет кровь пожилом. Морщины разглаживаются. Человек ощущает здоровый прилив энергии. В таком случае, почему у криотерапии так много противников? Крионика – сохранение в состоянии глубокого охлаждения людей и животных в надежде на то, что в будущем их удастся оживить и при необходимости вылечить. Традиционные крещенские купания 2013 года жители сибирского города Бердск запомнят надолго. Столбик термометра упал до отметки минус 32 градуса. 29-летний мужчина решил окунуться в прорубь. Он умер от остановки сердца. Что же заставило молодого человека пойти на смертельный риск? Сначала происходит серьёзное нарушение сердечного ритма, вплоть до остановки сердца. Когда человек впервые ныряет в прорубь, из него уже не выныривает. Целительные свойства холода известны издревле. Недаром существует традиция – после жаркой баньки да в ледяную прорубь. Но это особое лекарство, предупреждает Сергей Максимов. Одному из самых известных моржей России недавно исполнилось 80 лет. Кстати, по прогнозам врачей, он уже 40 лет как должен был умереть. Я тяжело заболел, и они сказали мне, жить будешь полгода. А я подумал, мне 40 лет, а мне полгода жить осталось. Дай-ка, я думаю, сам буду заниматься природными методами. Иглоукалывание, массажи, медитация и голодание. Смертельно больной Сергей Максимов испробовал десятки методов самолечения. Самым результативным оказалось купание в проруби. Вода вся – живой организм. Там все микробы, бактерии. Льдом покрывается эта вода, и льдочит плюс 4 градусов. Это всё выпадает в осадок, и она настолько становится чистой, полезной и невредной для нашего организма. И всё же однажды холод чуть не погубил знаменитого моржа. Это случилось ещё в Великое Отечество. Фашисты убили родителей Сергея Максимова и взорвали дом. Мальчик целую ночь прятался в затопленном ледяной водой подвале. Меня в больницу направили, и слышу, врачи говорят, что у меня крупозное воспаление лёгких. И, говорит, он безнадёжен. Максимов чудом выжил, но с тех пор усвоил одну истину – во всём нужна мера. То же самое своим пациентам рекомендует и врач Андрей Полеров. Я бы посоветовал людям так потихонечку начать обливаться. Не так, чтобы мы там собрались 19 января, 100% нырнул и 50% вынырнул. Первым в истории официально замороженным человеком стал профессор психологии Калифорнийского университета Джеймс Бетфорд. Он умер 12 января 1967 года от рака почек и завещал 100 тысяч долларов на дальнейшие исследования в области криоконсервации. Тело учёного поместили в специальную камеру с жидким азотом. И по сей день его останки находятся в криокапсуле. В России первым официальным криопациентом стала учительница математики из Петербурга. Правда, в криокамеру поместили только её мозг. Она говорит, знаешь, тело моё старое, вот если будет возможность, я не знаю, получится выращивание органов или нет, но я бы хотела, чтобы меня возродили в теле киболка. Директор криохранилища Валерия Удалова верит в то, что рано или поздно учёные откроют способ размораживания живого человека. Входит живой человек. Раз, там, не знаю, наркоз, 3 минуты, он заморожен, отправили на дальнюю галактику, разморозили, он пошёл там осваивать новую планету. Огромная капсула под названием «Анобиоз-1» и десятки криостатов. Так выглядит первое и пока единственное в России криохранилище. Сегодня здесь уже больше двух десятков замороженных, пожелавших обрести бессмертие. Остановим ситуацию до того, как технологии будущего, нанотехнологии, смогут восстановить жизнедеятельность человека. То есть с помощью регенеративной медицины вырастет тело и с помощью нанотехнологий смогут восстановить личность человека. Учёные уже многому научились. С помощью жидкого азота хирурги делают сложнейшие операции и удаляют опухоли. В косметических салонах холод используется в десятках омолаживающих процедур. Но крионика пока совершенно новое направление. Здесь ещё работать и работать. Я шучу иногда, что оживлённых криопациентов десятки, может быть, сотни тысяч. Дело в том, что люди, которые родились после замораживания эмбриона в жидком азоте, а таких уже десятки тысяч, это, так сказать, криопациенты только в стадии эмбриональной оживлённой. С заморозкой и оживлением небольших и относительно простых организмов наука действительно справилась. Другое дело – человеческое тело. Затвороню. Потому что вы там не понимаете, извините. Так вот, они, те, которые это говорят, они не понимают физического процесса. Как это происходит? Человеческий организм уникален. Каждая клетка в нём живёт своей жизнью. Поэтому при заморозке все органы ведут себя по-разному. Одни клетки замерзают быстрее, другие – медленнее. Если кристалл образуется, то клетки, значит, разрушаются. Значит, даже добавляют вещество, которое противодействует образованию кристаллов. Но оно является токсическим. И если просто добавить клеткам это вещество, то через некоторое время клетки умут, потому что это отрава. Заведующий отделом клеточных культур Института цитологии Георгий Пинаев недоумевает. Как креоники планируют в будущем оживлять эти отравленные клетки? Не говоря уже о других проблемах, вроде умершего мозга. Есть животные, которые живут в арктических условиях, но они живут, они не замороженные. То есть у них есть приспособление какое-то. Но человек, который существует, у него никаких приспособлений нет. Знаменитый полярник Артур Челенгаров мог погибнуть от холода десятки раз. Но в свои 74 он все еще полон сил. И как никто другой знает о том, что такое ниже нуля. Все, что делает человек в небольших количествах, это полезно. Поэтому если ты не перемерз, а немножко подморозился, это полезно для энергетики. Как стекло. Московский кулинар Артем Апрелов в детстве любил поэкспериментировать с разными реагентами и химикатами. Это хобби пригодилось и во взрослой жизни. Вот в данный момент при контакте с кислородом сжиженный азот закипает. Температура у кипения минус 150,8 градуса. Изысканный вкус и неповторимая пышная консистенция. Мороженое от Артема Апрелова считается лучшим в России. Но мало кто знает, секрет в жидком азоте. Если просто молочный продукт засунут в морозилку, физика возьмет свое и сливки разложатся на жир и лед. Но если заморозить это при минус 159 градусах и за несколько секунд, то кристаллы не успевают образовываться и получается самый совершенный вкус. Жидкий азот идеален не только для приготовления блюд, но и для сохранения продуктов. Проблема лишь в том, говорит Апрелов, что все живое при этом погибает. Кулинар это проверил лично. Однажды он случайно пролил жидкий азот на руку и получил серьезный ожог. Даже если сейчас будет заморожена чья-то голова, то может даже лет через столько технологию возвращать, они скажут, ну заморожить надо было по-другому. Да, возможно, ДНК можно будет выделить, но человека воскресить с его сознанием, с его памятью, с его привычками, это невозможно. 20 сентября 2002 года на Кавказе в 20.15 по местному времени произошел сход ледника Колка. За несколько минут он стер с лица земли все, что находилось в Кармадонском ущелье. Под 300-метровым слоем льда и камней погибла съемочная группа Сергея Бодрова-младшего. Кармадонская катастрофа – это феноменальнейшее природное событие. Нигде и никогда горный ледник не был выброшен из своего ложа с огромной скоростью. Масса ледника около 200 миллионов тонн. Это примерно 90% льда воды и 10% каменного материала. Ученые-глицеологи утверждают, через 12 лет ледник растает. А что, если произойдет чудо, и под гигантским слоем льда удастся найти останки погибших людей? Известный российский глицеолог Лев Десинов считает эту версию фантастической. Более 100 километров в час и бешено вращающийся ротационный поток. А перед ним мощная воздушная волна. То есть все, что попадает в этот поток, разбивается на граммы, на молекулы. Никаких шансов, конечно, ни у кого спастись не было. Так что же такое лед? Идеальный убийца? Эффективное средство сохранения вечной молодости или даже бессмертия? Неужели желание обмануть время и воскреснуть в будущем сильнее здравого смысла? Лично я не верю в то, что холод – это великая загадка Вселенной. И тем более не верю в разные экзотические способы сохранения жизни с помощью холода. По крайней мере, пока. Оживлять замерзшие тела ученые еще не научились. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова